Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Семья Колесниковых, обсудим новый влог, что происходит дома, пока мама в больнице. Ребят, так и хочется сказать, что не происходит ничего. Ничего абсолютно нового. Да, ежели только Колесников не стал стоять у плиты. Вот это, наверное, новое. Ну, в принципе, новое после того, как Светка попала в больницу. Ребят, как меня рассмешило начало влога. Потому что, ребят, это как раз-таки ответка. Ответка обзорщикам за то, что постоянно говорят, что дети голодные и дети не видят мяса. Значит, Колесников стоит у плиты. Опять они готовят макароны. Я, как слышу, ребят, макароны. Мне аж дурно становится. Опять макароны. На завтрак макароны, на обед макароны, на ужин макароны. Это как, знаете, в фильме. Напомните, как называется. Утром яичница, в обед яичница, вечером яичница. Я скоро буду кудахтать, как цыплёнок. Я забыла, как называется фильм советских времён. Одиноким предоставляется общежитие. Так и здесь. Вечно макароны. Но на сей раз макароны оказывается с мясом. Мяса, говорит, много. Да, несколько раз повторил мясо. И даже приказал заснять мясо в сковородке. Говорит, оно сейчас тушится, потом будет поджариваться. Но дети не едят мясо, а едят только макароны. Вот спросил якобы там у кого угодно из детей, что вы будете есть. Скажут, макароны. Конечно, потому что у вас больше ничего нет. В принципе, я не знаю, ребят. Может быть, конечно же, они мясо, то, что готовят Светка и Лёшка, да ещё и Анжелка, да, есть невозможно и им не нравится. Потому что, судя из того, что вот как-то буквально недавно нам показывали то мясо, которое высушили и едва разрезали, ну, естественно, как такое мясо можно есть? Если бы приготовили вкусные котлетки домашние, либо отбивнушечки, либо тефтельки, либо фрикадельки в супе, да, то я не думаю, что дети бы отказались. Да и от жареного мяса я думаю, что дети не отказались бы. Но кто же им даст мясо, ребят? Какое мясо, когда только макароны? Но на сей раз решил Колесников отчитаться. Ребят, в последнее время я говорю, невозможно на него смотреть. Я говорила в прошлых обзорах и сейчас. Настолько почерневший, настолько страшный, что просто я аж вздрагиваю, когда на него смотрю. То ли от злости, то ли от ненависти, там уже не поймёшь. Но высох и почернел. Он мне, знаете, кого стал напоминать? Он мне напоминать стал Игорька с канала Доброе Дело. Тот такой же от злости, тоже почерневший, прям, я не знаю, злой на весь мир, если что-то не по его. Ну, там вроде то же самое, да, якобы ходим в церковь, верим в Бога, врём, да, и хитрим. В общем, только одно отличие у Колесникова семеро детей. В общем, дальше опять съёмки где-то во дворе мельком. Где-то там что-то занимается то ли распилом, то ли разбором досок, да. И дальше опять перемещаются съёмки на кухню, где сидит Анжелка. Анжелка чистит картошку, и что я увидела? Значит, на полу лежит майка, грязная белая майка. Ну, такая грязная, что там не поймёшь, что ли она белая, то ли она не белая, а чёрная. И, значит, на эту майку Анжелка бросает очистки. То есть чистит картошку, эти очистки падают на эту майку. Вместо мусорницы, короче, вместо мусорницы. Анжелка сидит злющая. За кадром Настя, что ли, снимала, спрашивает там, что-то у неё суп, что ли, будешь варить. Как называются макароны, там, лапша или доширак. Короче, Анжелка молчала и не хотела даже ни с кем, ни о чём разговаривать. В общем, девка была злая. И я только сейчас поняла, почему она такая была надутая. Помните, когда Лёшка тоже был не в духе, когда вот Светка родила, и, видимо, он узнал, что проблемы с ребёнком. Тогда как раз-таки Анжела сидела надутая, прям поникшая. Точно так же и сейчас сидела, но чистила картошку. Тогда ей нужно было варить борщ, и настроения не было. А здесь ей пришлось чистить картошку и варить суп с лапшой. Ну, а дальше уже получается Никита, Максим, Никита. Я всё время их путаю. Ребят, вы уж меня простите, постоянно вам говорю, что я их путаю. Ну, слушайте, попробуй не перепутай тут их. Вон, Светы сама путает их. Ну, в общем, вроде Никита. Ходит опять по двору, значит, делает обзор двора. Вот тут траву покосили, траву покосил, понятное дело, дед. Потому что в каком-то видеоролике как раз-таки об этом говорилось. Тогда, когда он заснял кругом бардак. Дальше показывает клубнику, показывает ягоды уже зелёные такие, довольно крупные. И говорит, цветёт. Ну, конечно же. Но откуда ему чё знать? Дети все, все просто как один, не могут двух слов связать. Мне иногда вообще трудно разобрать, чё и о чём они говорят. Дальше вот лук, тут чеснок, тут теплица пустая, в которой пустота. Да, раньше были помидоры. Тут вот роза показывает на пион. А тут вот тоже роза. Только цветов нет, только шипы, да, колючки. Тут какая-то травка. Короче, ходил, бродил, снимал, чтобы хоть что-то заснять. Потому что Ютуб это своего рода тоже хоть маленькая, но кормушка. Дальше показал сарай, рассказал, что надо всё это дело распилить на дрова. И дрова оттуда уже вывезли. А здесь вот всё нужно собрать. Собирает то ли папа, то ли мы собираем. Я так и что-то и не поняла. Собирается металлолом, который можно сдать. Думаю, приехали. Папашка сидит сутками дома, да, собирает металлолом. Неизвестно, где он его берёт. И сдаёт металл. Ну, проще же ковыряться с металлом, да сдавать его, нежели пойти на работу. Я вообще не представляю, как можно здоровому мужику не работать и не содержать свою семью. Дальше момент, который пропустила. Когда Настя показывала, что вот запустила посудомойку, дальше запустила стиральную машинку, дальше запустила сушилку. То есть хозяюшка отчиталась о своих делах. Вот ребёнок, да, с заботой у неё в каникулы. Надо помыть посуду, да, загрузить в посудомоечную, разобрать бельё, где светлое, где цветное, и тоже поставить, стирать. Ну и дальше вроде как Дарина появилась с шушей. И, ребят, началось тут. Эту шушу жмякали, как хотели. Бардак в этой клетке. Ужас! И я тут же, ребят, задумалась, а где же кошка? Мы уже несколько видеороликов не видели кошку. С тех пор, как Настала собаки у Колесниковых, да, в одном из видеороликов показали кошку. И на этом всё, ребят, кошки не видно. И они уже принялись, дети, за шушу. Я думаю, если бы кошка была в доме, то они бы её таскали. Что-то мне, ребят, кажется, что кошку выпустили на улицу, выпускали её погулять. А её они выпускали. И, возможно, кошка тоже дала дёру. Но всякое может быть. Во всяком случае, если бы она была в доме, уже несколько видеороликов, да, дети сами себе ведут съёмки, естественно, бы её показали. Но кошки нигде не видно. Им даже в комментариях уже написали, что где ваша кошечка или тоже пропала. Короче, ребят, не знаю, вот как можно, скажите, доверять этим людям, животных. Собак уже сколько поменяли. Шиншилл тоже, по-моему, поменяли предостаточно. И знаете, что я ещё услышала, да? Кто-то из детей сказал, шиншилла – это порода, а шуша – это имя. Конечно, мудро. Родители даже не научили, что шиншилла – это зверь. Это зверёк-грызун семейства шиншилловых. Но откуда знать об этом Колесниковым, особенно детям? Там, может быть, и взрослые не в курсе, а думают, что это порода шиншилла. В общем, замучили, измучили эту шиншиллу, сделали обзор двора, сварили суп, макароны, в общем, отчитались по-полному. Ничего не происходит нового, кроме того, что появилось мясо, но пропала кошка. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному, и это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok